В минувшие выходные прошел финал самого красивого конкурса Якутии, национального конкурса красоты Мисс Республика Саха-Якутия. В этом году его участницами стали 16 очаровательных красавиц со всей нашей необъятной республики. Обладательница короны и главная королева Якутии уходящего года сегодня в нашей студии. Представляем вам Наталью Строеву, Мисс Республика Саха-Якутия 2017. Доброе утро. Доброе утро. Ну, с каким настроением сегодня проснулись, пришли к нам? Достаточно бодрым. Наталья, ну расскажите, многие вот буквально вот в эти выходные, да, объявлено было имя победительницы, многим неизвестно, кто вы, что из себя представляете, где вы учитесь. Наверняка всем-всем якутианам будет интересно послушать от вас лично. Ну, меня зовут Наталья Строева, я являюсь студенткой Медицинского института Северо-Восточного федерального университета на специальности «Лечебное дело» первый курс. Так, я также являюсь моделью агентства «Таймодус», а также я являюсь преподавателем по дефиле и фотопозированию на данных курсах. А, уже, то есть и работаете, да? Да, и работаю, и учусь. Можно сказать. Ага, Наталья, почему вы решили принять участие в конкурсе красоты и сразу вот в таком масштабном, можно сказать, да? Ну, приняла решение о том, что я буду участвовать в данном конкурсе не сразу. Я, конечно, с детства прям наблюдала и следила вот с юных лет за конкурсами красоты различными, но никогда, вот серьезно никогда не представляла себе то, что я там буду участвовать. Наверное, из-за того, что я, не знаю, была не уверена в себе, но именно директор моего модельного агентства Мария Геннадьевна Лавлинская прям посоветовала мне идти, можно сказать, заставила, и я согласилась. Согласилась для того, чтобы узнать, чего я достойна, что я могу, узнать, на что я способна. И, в принципе, не пожалела ни чуточки, взяла главный титул. Такой результат, да. Наталья, расскажите, а с вам в конкурсе были ли какие-то этапы для вас самые сложные? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Точнее, к радости. Не было никакого сложного этапа. Все прошло легко. Только вот подготовка, репетиции, сочетание учебы было достаточно сложным именно для меня, потому что, ну, медицинские институты достаточно сложно. Все, совместить сложно. А сколько заняли репетиции, подготовки? Ну, получается, мы репетировали каждый день по вечерам, ну, чтобы было удобнее людям, участницам, сочетать учебу и работу. Ну, вот то, что репетиции каждый день, ну, это не только репетиции, это еще подготовка, поиск вещей, нарядов, макияж, съемки. Из-за этого, получается, весь день был забит подготовкой, вечером репетиции, а утром учеба. И успеть, там, не знаю, сделать с РСКИ, это было достаточно сложно, еще подготовиться. То есть совмещать учебу, дополнительно еще готовиться, да? Да. Действительно сложно. Ну, что касается этапов конкурса, какие были этапы? Помимо традиционных, может, что-то новое? Ну, этот данный конкурс, его, получается, его организация была достаточно необычна. Первым этапом был мисс Этнос, получается, все делилось по блокам. Мисс Этнос, мы представляли свою нацию. Это проходило в гостинице Артодойду, каждый представлял свою нацию, рассказывали себе, знакомились с жюри. После этого нам не огласили, кто стал мисс Этнос, а затем у нас были съемки для партнеров официальных, а затем у нас был полуфинал. На полуфинале это было не сколько похоже на финал, а просто выходы, указывающие на партнеров. Так. И там разыгрывались пять номинаций дополнительных. Это мисс Этнос, которая с первого этапа, мисс Дружба, мы решали сами, мисс Форт, это решал наш партнер Яфит Джум, мисс Интернет, я взяла, кстати, его, и мисс Фото, это выбирал наш официальный партнер, фотограф Борис Васильев. Достаточно много номинаций. Наталья, но весь Инстаграм вот конкретно забит тем моментом, волнительным, когда вас оставалось двое, да, и объявляли вот уже чуть-чуть, и сейчас объявят в объединительницу. Что вы чувствовали при этом? У меня было, не знаю почему, у меня весь конкурс было такое достаточно спокойное настроение. Наверное, из-за того, что я и в школе, я, получается, с юных лет вообще не боюсь с ценой. Я в школе являлась активом, еще вот эти вот бесконечные показы, у меня просто, не знаю, закаленный характер, я совершенно не беспокоилась. Это для меня было неожиданно и странно, но, в принципе, это сыграло достаточно полезную роль, потому что, когда ты не волнуешься, у тебя все получается, ты ничего не забываешь. И вот я серьезно, я не знаю, почему я не волновалась, и когда объявили победительницу, я не знаю, либо не пришло мне осознание того, что я стала министром республики Сахая-Якутия, либо, я не знаю, но я серьезно, я очень спокойно приняла, и было очень неожиданно. Меня всегда интересовало, за кулисами как обучаются конкурсанты, девушки, не ссорятся ли? Нет, не знаю, меня очень заранее предупреждали то, что могут, не знаю, порезать платье, береги свои вещи, но именно в этом году мне, не знаю, повезло то, что все участницы были прекрасно воспитаны, не было каких-то, не знаю, злостных, конкурирующих моментов, все мы дружно. Дружились. Да, вот серьезно, не было никаких склоков, бла-бла-бла, все было хорошо и качественно. Ну, ну.